Строительство детско-инфекционной больницы на верхней террасе идут в соответствии с планом. Так отмечает подрядчик. Правда, сложности при строительстве все же были. Из-за неустойчивых грунтов пришлось переделывать фундамент. Из-за этого сроки строительства были сдвинуты с июля на ноябрь 2023 года. К октябрю месяцу проектные отметки, значит, перекрытие, полное перекрытие, и после этого приступаем к сетям. Плотность застройки очень высокая здесь. Общее здание где-то около 5000 квадратных метров застройки, а пятно самого строительства 6-800, около 7000 квадратных метров. Сама больница рассчитана на 100 коек и будет состоять из четырех корпусов – двух лечебных, приемного и административного. Появится диагностический отдел, палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии. Финансирование составит около 3 миллиардов рублей, из них 2,7 миллиарда рублей – средства федерального бюджета. Цель всех наших решений в сфере здравоохранения одна – сохранить и повысить качество и доступность медицинской помощи. Вы могли заметить при реакции населения, что эта тема очень чувствительная. И мы должны донести до Ульяновцев, объяснить им, что работа, которую мы делаем в этом направлении, вкладная, правильная и необходимая. После насовещания с главврачами ульяновских больниц губернатор обсудил лекарственное обеспечение, увеличение квалифицированных специалистов, ремонт зданий больниц и поликлиник. Теперь советы по совершенствованию системы здравоохранения в регионе будут проходить ежемесячно.